Искусству жить красиво учит неделя кутюрье в Нью-Йорке. Искусству жить в Нью-Йорке. Искусству жить в Нью-Йорке. В Лос-Анджелесе, Монте-Карло и, конечно же, в Грузии. Патуна специализируется как в готовой одежде, то есть в платьях массового пошива, так и в высокой моде от кутюр. В работе она предпочитает ткани, не спадающие свободными складками. Платье украшает бисером, кристаллами сваровский и драгоценными камнями. Критики отмечают в созданном ею силуэте отражение 50-х годов прошлого века. Платья, показанные на неделе кутюрье в Нью-Йорке, отличаются хорошим вкусом, оригинальностью и вызвали большой интерес как нью-йоркской публике, заполнившей зал, так и прессы. После показа Патуна рассказала, что вдохновение она черпала из собственной фантазии, не поддаваясь никакому влиянию. Я создавала одежду, в которой женщина может чувствовать себя королевой, первой красавицей мира. Мне кажется, я нашла свой стиль. Я не использую ни молнии, ни пуговицы. Люблю шифон, шелк и добавляю хрусталики сваровски. Платья вечерние, длинные до пола. В них надо уметь ходить. Мои девушки с задачей справились. Среди моделей были говорящие по-русски. Елена Литвак из Молдавии. Многие дизайнеры делают платье как бы притыкно, приталенное, да? Но это более свободное. Когда вышло на подиум, я как будто летала. Мне хотелось постоянно кружиться. И она закружилась в своем шелковом платье. Здесь мы вновь встретили Оксану Танасев, картины которой очень близки миру дизайна одежды. Она выставила здесь работы, на которые ее вдохновила Коко Шанель. А другая серия работ на тему кутюр-арт. Не исключено, что на следующую серию Оксану Танасев вдохновит стиль Патуны. Как сказал писатель, в человеке все должно быть прекрасно. Не всегда это получается, но к этому надо стремиться. Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, Нью-Йорк.